В Россию продолжают переезжать жители Украины. Италия и Франция спорят о нелегальных мигрантах. Ветеран войны в Ираке получит 17 месяцев тюрьмы за проникновение в Белый дом. А украинские чиновники покупают себе дорогие подарки. Подробнее в нашем международном обзоре. В ФМС рассказали о почти полумиллионе украинцев, желающих укорениться в России. На сегодняшний день на территории страны прибывают уже почти 3 миллиона граждан Украины. Из них более миллиона те, кто вынужденно покинули юго-восток страны. С начала 2014 года за временным убежищем и статусом беженцев в России обратились свыше 350 тысяч человек. Еще 117 тысяч с заявлением об участии в госпрограмме переселения соотечественников. Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила министру внутренних дел Украины Арсену Авакову создать управление МВД Украины по штату Техас. Это ироничное предложение поступило как ответ на решение Авакова учредить специальное управление МВД по автономной республике Крым. Причем оно будет функционировать в Одессе и Херсоне. Своё назначение на пост председателя Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отметил очередной дорогостоящей покупкой – часами омега из розового золота. Цена за экземпляр из лимитированной коллекции элитного бренда стартует от 8 тысяч долларов. В Южной Корее еще 8 человек заразились коронавирусом. Общее число случаев достигло таким образом 162. По данным Минздрава, 19 заболевших за последние дни сумели поправиться. В целом, болезнь распространилась на более чем два десятка стран, включая европейские. Италия и Франция спорят из-за нелегальных мигрантов, которые добрались до итальянского города в 7 километров от французской границы. Глава МВД Франции заявил, что о них должна позаботиться Италия. В свою очередь, премьер-министр Италии подчеркнул, либо вопрос нужно решить сообща, либо эта проблема достанется только Италии, потому что Европа закрывает на нее глаза. В 17 месяцев тюрьмы и курс психиатрического лечения в США вынесен приговор 43-летнему ветерану войны в Ираке Амару Гонсалесу, который осенью прошлого года незаконно проник на территорию Белого дома. В сентябре 2014-го вооруженный ножом Гонсалес перепрыгнул через забор, ограждавший резиденцию американского президента, и ворвался в здание. Прежде чем его схватили агенты секретной службы, бывший военный успел пробежать несколько залов Белого дома.